МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судили сегодня вместе с главным трансплантологом страны. От 40 до 50 в этом возрасте люди наиболее беззащитны перед алкоголем. Как в Барнауле лечат зависимость? Медиацентр Бийского технологического института собирается войти в топ вузовских СМИ страны. Что этому поможет? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле приехал главный трансплантолог страны Сергей Гатье. Цель визита – обсудить возможности обучения алтайских специалистов в Центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, а также поговорить об увеличении числа трансплантаций в год в отделении пересадки органов на базе ККБ. Подробности в сюжете. В практике нашего отделения пересадки органов были и такие трансплантации. В 2018-м помощь мирового уровня впервые получил 46-летний житель Алейска. Сейчас в Барнауле делают 20 трансплантаций в год, в основном печени и почек. Этого количества, конечно, недостаточно для того, чтобы удовлетворять потребности Малтайского края. Потребность действительно порядка 30 на миллион населения. То есть мы в идеале должны делать 60. Мы здесь, в больнице, готовы при стечении определенных обстоятельств такое количество трансплантаций делать. Но вот сейчас постараемся обсудить, наметить, скажем так, планы развития, чтобы когда-то прийти. Очевидно, это будет не завтра. По словам московского гостя, физически проводить 60 операций в год несложно. В центре Шумакова, к примеру, проводят более 700. Главное, создать условия, а это без помощи регионального Минздрава невозможно. Поэтому сегодня ГАТИЕ встречался с Дмитрием Поповым. По мнению главного трансплантолога страны, есть большое желание помочь тем, кто с больными почками годами находится на диализе. В Барнауле таких 800 человек. Хочется изменить статистику, изменить ее в направлении увеличения вот этих случаев, когда пациент, находящийся на диализе, получает донорский уровень. Таким образом, экономятся огромные деньги, которые затрачиваются на диализе, и, соответственно, освобождается диализное место для следующего пациента. Вот этот механизм, он лежит в основе вообще организации любой трансплантационной программы в любом регионе. Цель визита Сергея ГАТИЕ еще и в том, чтобы понять, что мешает развитию трансплантологии в регионе. Как правило, это недостаточность взаимодействия между больницами по поставке донорских органов, а также нехватка квалифицированных специалистов. Обучать готовый в московском центре имени Шумакова, как и принимать врачей на повышение квалификации. Мы предоставляем возможность местным врачам, которые работают в этой команде, получать обучение на нашей базе в Москве, где выполняется огромное количество трансплантаций разных органов. Первым шагом к реализации поставленных целей стало подписание соглашения о сотрудничестве в области организации трансплантационной помощи. Его подписали Сергей ГАТИЕ и главный врач Крэбоклинической больницы Диана Рудакова. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Накануне в России отмечали День трезвости. Эта дата призвана привлечь внимание жителей к алкогольно-зависимости населения. Ведь по данным Росстата за последние годы россияне стали употреблять алкоголя на 10% больше. Вошли ли в статистику барнаульцы? Как относитесь к алкоголю? Ну, как традиционно. 100 грамм фронтовых и влюлю. Часто вообще выпиваете сами? Ну, раз в месяц. А какой алкоголь предпочитаете? Виски. Как думаете, что нужно делать людям, чтобы меньше пить? Больше работать. Тогда времени пить не останется. Кто хочет, пусть пьет. А кто не хочет, пусть идет здоровый образ жизни. Мне кажется, у нас в принципе в последнее время очень хорошая тенденция, что люди гораздо меньше начинают выпивать, занимаются спортом, вообще как-то гораздо интереснее проводят свою жизнь. Спортом, наверное, заниматься и работать побольше. А если в масштабе страны брать? В больших городах, в основном за рубежом, там, где алкоголь шутка не употребляют, в городах вообще не торгуют алкоголем, торгуют за городом. Как вот, допустим, было бы у нас в Мерла-Мерле, за мостом за Новом, и вот там бы только с 10 до 5 торговали бы, и все отлично было бы. Уничтожать весь алкоголь напрочь. Выход один. А вот никак, потому что это же целая мафия, бесполезно. Да и не ссоро, потому что именно доход большой для города и вообще для страны. Молебина служили, да, неупиваемая чаша. Очень положительно отношусь. Только это на не один день делать, да, я так думаю, а постоянно. А я наоборот водку ищу. А что делать, если ты уже зависим? По статистике врачей, чаще всего лечить алкоголизм им приходится у 40-50-летних. Именно этот возраст составляет основу зависимости. Однако быть осторожным с горячительными нужно и людям моложе, и не обязательно мужчинам. Чем чревата зависимость и как с ней борются в Барнауле, расскажет Юлия Щепина. Здравствуйте, я Люба алкоголик, зависимая. Любовь, повар-технолог, замужем в реабилитационном центре в третий раз. Я уже не получаю этого кайфа, который был. Выпивала, потом просыпалась часа 4-5 уже не в здоровом виде. Уже все тряслось, ливер тресся, руки тряслись. Ждала 9 часов и сразу в магазин. Как бы вот этот марафон, меня уже все, я уже просто устала от этого всего. Сколько по времени длится ваш марафон? Вообще мой марафон длится практически полжизни. От таких марафонов люди лечатся всю жизнь. В этом Барнаульском реабилитационном центре каждый месяц поступает до 20 зависимых. По статистике женщин около 20% от общего числа заболеваемых. Половине пациентов от 40 до 49 лет. 41% моложе им от 20 до 39 лет. Признают себя алкоголикам не все. Это целый шаг, как и обращение за помощью. В течение трех-пяти дней купировать абстинентный синдром можно. Но если человек не пройдет реабилитацию после этого, можно сказать, что он буквально сразу же вернется к тому, от чего ушел. То есть продолжит дальше пить. А вот реабилитация – это работа с психологом. Это многофакторное воздействие на пациента. Такое лечение предоставляют в специализированных реабилитационных центрах. Длится оно 45 дней. Родственников тоже не оставляют в стороне. Их называют созависимыми и устраивают для них встречи. Академик Менделевич, он написал в свое время в своей монографии о том, что алкоголик – это человек, который должен быть пьян-пьян-пьян, затем мертв. Это его естественный ход событий. И если алкоголик идет напротивоестественное для себя состояние трезвости, он должен быть, если трезв, то счастлив. Иначе, если алкоголик трезв и несчастен, пить он будет. Он будет принимать алкоголь как лекарство от жизни, как анальгин от зубной боли. Быть счастливым – это навык. Так же, как и быть несчастным, считает психолог. И если специалисты могут помочь выйти из состояния опьянения, то сделать себя счастливым, будучи трезвым, человек должен сам. Здравствуйте, меня зовут Борис, я алкоголик. Привет, Борис. С вашего разрешения я проведу наше собрание. Например, Ирина посещает общество анонимных алкоголиков каждую неделю. Это ее вторая семья. Высшие силы – это вот эти ребята, это вот программы, это вот люди, которые мне помогают. Вот я пошла на следующий день к своим анонимным алкоголикам и начала на равных выздоравливать. Я же знала, что я хочу во что бы то ни стало остаться трезвой. А они точно знают, как это нужно делать. Сколько вы уже не пьете? Так будет, ну вот почти восемь лет. Без срывов, да. А во избежание алкоголизма эксперты советуют не употреблять алкогольные напитки. Кстати, по словам специалистов, в Алтайском крае в последние годы снижается количество зависимых от алкоголя. Давайте начнем нашу встречу с минуты умолчания. Вспомним о том, что нас объединяет, и о тех, кто еще не знает о нас, кто ищет дорогу к нам. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Фермера, который распылял пестициды с самолета вблизи двух сел в Смоленском районе, проверяет Алтайский Россельхознадзор. Напомним, жители сел Солоновка и Красный городок заявили, что местный фермер обрабатывал поля с нарушениями, из-за чего химикаты разлетелись по округе. На огородах погиб урожай, а животные и люди плохо себя чувствовали. Сейчас разобраться в ситуации пытается местный Россельхознадзор. Его специалисты в данный момент устанавливают организации, проводившие химическую обработку полей вблизи населенных пунктов. Также они проведут исследование почвы. В случае подтверждения фактов, ведомство примет меры административного воздействия. А мы добавим также, что жители сел готовят также коллективные жалобы в Следственный комитет России, Генпрокуратуру и Роспотребнадзор. В своих обращениях они требуют привлечь к ответственности виновных, запретить последующую химобработку полей и компенсировать нанесенный ущерб. Прилевные дожди проверяют на прочность города-края. Некоторые объекты проверку не прошли. В Бийске под воду вновь ушел автовокзал. Сотрудники автовокзала жалуются на регулярные потопы после обильных осадков и неприятных запах. Улицы и тротуары тоже значительно подтоплены. Это злободневная тема для Наукограда и не только. В Крымой столице потоки воды идут по улицам Попова, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула. А вход в школу номер 68 превратился в водоем, сообщают возмущенные родители. В одной из барнаульских школ в честь 146-летия Феликса Дзержинского установили его бюст. Российский революционер, советский партийный деятель, к фигуре которого в России до сих пор неравнозначное отношение. Как отметили день рождения Дзержинского, расскажет Данил Кузнецов. Сегодня у нас знаковое событие. Помните его, гордитесь им. Мы открываем сегодня бюст уникальному человеку. В тяжелейшее время для страны он отстаивал и спасал детей. Феликс Дзержинский боролся с беспризорностью и контрреволюцией. Возглавляя ВЧК, стоял у истоков службы госбезопасности. Его фигуру знают не только в ФСБ. 52-й барнаульский лицей носит его имя. А у стен учебного заведения теперь установлен бюст Дзержинского. Если бы ты сейчас встретила Дзержинского, что бы ты ему сказала? Большое спасибо за то, что наша школа развивается благодаря ему. И есть какие-то материалы, чтобы изучать, как было в СССР в первые годы ее. Это уже второй памятник Дзержинскому в Барнауле. Первый установлен у главного управления ФСБ по краю. Несмотря на то, что в Сибири контрреволюционер почти не бывал, за Уралом о нем помнят. После открытия памятника гости посетили школьный музей, посвященный Дзержинскому, и передали новые экспонаты. Музей работает больше полувека. Здесь собрано около 9 тысяч экспонатов, в том числе архивные сведения о Дзержинском и его учениках. Самый интересный экспонат – это у нас рисунок советского разведчика Рудольфа Абеля, который он сделал, находясь в американской тюрьме под следствием. И ему удалось с другими документами вывести к Советский Союз. Особенно в музее почитают алтайских сотрудников службы госбезопасности. Например, Виталия Павлова, автора операции «Снег». Кстати, вскоре в честь него в Барнауле должна появиться мемориальная доска. Сейчас определяются с местом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Залесовский округ края ждет комплексная модернизация топливно-энергетического комплекса. К началу следующего топительного сезона здесь построят одну новую и перепрофилируют две действующие котельные. Все три объекта будут работать на биотопливе, древесных отходах, которые в районе в избытке. Отметим, что на модернизацию котельных Алтайский край получил специальный казначейский кредит в размере 300 миллионов рублей. Средства для перехода котельных с угля и мазута на экотопливо правительство выделило четырем федеральным округам – Дальневосточному, Северо-Западному, Приволжскому и Сибирскому. В общей сложности объекты теплоснабжения модернизируют в 12 регионах, в том числе и в Алтайском крае, конкретно в Залесовском муниципальном округе. Там достаточно топлива древесного происхождения, шпон рванина, щепа, опелки и порубочные остатки. К тому же руководство территории вовремя направило заявку и обосновало экономическую эффективность проекта. Мы посчитали, что из 300 миллионов у нас экономия за год будет примерно 30 миллионов. Таким образом, у нас сам проект должен окупиться за 10 лет. И, конечно же, львиная доля в экономии – это затраты, расходы на твердое топливо, на уголь, которые сейчас каждый раз меняются в сторону увеличения. На средства казначейского кредита уже к началу следующего топительного сезона две котельные мощностью 3 гигакалорий в час в райцентре будут перепрофилированы и построят одну новую на 8 гигакалорий в час. По словам местных властей, переход на эко-топливо в конечном счете позволит не только сдержать в районе тариф за отопление, но и значительно улучшить его экологическую обстановку. Перед студенческим медиа-центром Бийского технологического института открылись большие перспективы. Уже совсем скоро творческая структура, которая несколько лет назад возникла исключительно по инициативе учащихся, намерена производить в разы больше интересного контента и войти в топ медиарейтинга студенческих СМИ вузов России. О проектах медиа-центра и его новом этапе развития в сюжете Елена Макаренко. Первая учебная неделя в Бийском технологическом институте прошла под лозунгом «Растапливаем лед между студентами и первокурсниками». Будущие химик и два инженера снимают ролик о работе тьютеров вуза. Для этого они раздобыли фотоаппарат, ранее все снимали на телефоны, а застав нашу съемочную группу, воспользовались случаем и позаимствовали микрофон. О жизни родного вуза в соцсетях студенческие медийщики рассказывают регулярно, но пока только в двух форматах. Пока только ролики и посты, потому что нет соответственного оборудования. У нас не было долгое время, ну даже видеокамеры нам ее одолжили на какое-то время, и периодически у нас видео начали появляться. Из-за скромных технических возможностей многие интересные события вуза медиа-центр не освещал, а жизнь в институте кипит. Есть своя музыкальная группа, действует несколько студотрядов. На съемку одного лишь фрагмента этого ролика, рассказывает ответственный за медиа сопровождение, боец отряда проводников ушло несколько часов. На весь ролик недели. Слишком долго, говорит Денис, для молодежных проектов. А между тем, многие из них общественно значимые. Так, на встрече с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым презентовали новый патриотический проект по созданию телеграм-канала «Телеграмма-герою». Целью данного проекта является аморальная поддержка участников СВО и получение обратной связи от них. Проекты студентов и развитие молодежного медиа-центра Александр Прокопьев поддержал. Вручил сертификат на 100 тысяч рублей. Успехов! Спасибо! На что потратить сертификат студенты решили буквально в минуту. Несколько микрофонов-петличек, статическую камеру и другое оборудование, необходимое для создания качественного фото- и видеоконтента. Задача любого медиа-центра, где бы он ни находился, в УЗИ, в школе, либо в сельском доме культуры, это поддержка значимых молодежных проектов. Мы с этой темой работаем достаточно давно, поддерживая медиа-центры с 2018 года. Имеем контакты с 12 медиа-центрами в моем округе и постоянно поддерживаем, в том числе с точки зрения оборудования. Интервью и подкасты с преподавателями, топовые рилсы о работе волонтеров ВУЗа, качественные ролики о студотрядах. Это лишь часть идей, которые хотят воплотить в жизнь активисты Бийского политеха. А руководство ВУЗа уверено, сейчас начнется новый этап не только для студенческого медиа-центра, но и института в целом. Для меня, как для администрации ВУЗа, медиа-центр несет даже более глубокую, более фундаментальную роль. Почему? Потому что это один из способов привлечь абитуриентов. А у студентов не менее амбициозные цели – попасть в число лучших учебных медиа-центров страны в ближайшие годы. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Рубцовску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Жители Рубцовска внесли значительный вклад в победу в годы Великой Отечественной войны. В город эвакуировали крупные заводы. Завод сельскохозяйственных машин, тракторный завод. Там построили завод тракторного электрооборудования. За три года город поставил на фронт около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч саперных лопат. Работники предприятий по своей инициативе работали дольше и больше нормы. Теперь Рубцовск ждет установка стелла с изображением герба города. На этом месте будут проводить мероприятия и праздничные салюты. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...